Вместо ярких почтовых ящиков, большинство подъездов многоэтажек сегодня украшают на стенные росписи и ободранная штукатурка. А если где-то ящики чудом не уцелели, то используются не по прямому назначению. И многие горожане уже привыкли к такому укладу вещей. У нас в подъезде давно нет почтовых ящиков. Мы ими не пользуемся. Я, например, пожилой человек, и мои глаза не видят, поэтому газеты не читаю. Письма давно никто не пишет, поэтому почтовый ящик мне не нужен. А вот жители частного сектора наличие ящика считают необходимым и настаивают, чтобы почтальоны не забывали о своих обязанностях. У меня не квартира, а свой дом. Есть, почтовый ящик есть. Я прошу, чтобы бросали в почтовый ящик. Бросают. Да. Но я предупреждаю заранее, чтобы они бросали, потому что у нас собаки, вы знаете, в частном доме. Пару раз было, что собаки обрывали квитанции, но они сейчас очень внимательно относятся к этому. Вернуть почтовые ящики в многоэтажки можно. Было бы желание квартировладельцев, говорят специалисты. Для этого нужно самим установить почтовые ящики, которые есть в наличии у сотрудников почты. Сами жильцы, если они хотят, чтобы их корреспонденция не промокла, не потерялась, они могут сами установить абонементные ящики. Они есть у нас в продажах. Есть односекционные, пятисекционные и семисекционные ящики. Могут семь жильцов поставить один ящик. Там есть и ключи нашего корпоративного желтого-синего цвета. Там, где горожане установят почтовые ящики, для почтальонов не станут препятствием ни кодовые замки подъездов. Комбинацию кода они могут узнать у домкомов. Если же человек уезжает из города надолго, он может открыть личный абонентский ящик в любом почтовом отделении. Во время отсутствия там будет собираться корреспонденция, а потом вручаться владельцу.